Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи из Сталина российский журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. Здравствуйте, Артемий. Привет, привет. Как слышите? Отлично, мы слышим вас. Отлично, да. Хорошо. И мы сейчас также напомним нашим радиослушателям телефона прямого эфира, для того, чтобы они тоже могли задавать свои вопросы вам. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Звоните нам. И вот, кстати, первый вопрос, который уже поступил по Фейсбоку. Сергей спрашивает, Артемий, что для вас Рига 80-х, когда здесь тоже был рок-клуб, и в клубе Института гражданской авиации давали концерты питерские и рижские звезды тех лет? Поддерживаете ли вы с кем-то отношения из той неополитической тусовки? Ну, разумеется, я в первую очередь поддерживаю отношения с людьми из неополитической тусовки. Среди политиков у меня друзей нет. Политика – это довольно-таки отвратная вещь, которую я наблюдаю, как-то стараюсь препарировать, комментировать, но никаких нежных чувств к политике и к политикам я не испытываю. А с музыкантами совсем другое дело. Я по-прежнему дружу, скажем, моя любимая группа латейская 80-е годы. Ну, их было две. Одна была такая группа Сиппулы, Мартинша Браунса. Вот его я давненько уже не видел. А вторая группа – «Дзелкния пастники» – «Желтые почтальоны». И вот их лидеры Ингуса Баушкенекса я навещаю регулярно. Потом там еще была отличная группа чуть позже – «Яунс Мейнес», «Айнер Смеловс». Мы с ним по-прежнему дружим, даже в гости друг к другу заезжаем. Так что норильская сцена 80-х – и музыкальная, и художественная. Там было еще много интересных художников. В то время проходил отличный фестиваль под названием «Макс Лас Денас» – «Дни искусства». С этими ребятами я поддерживаю отношения. Ну, сегодня, по сравнению с прошлым столетием, какое место рок занимает в вашей жизни? Ну, вы знаете, раньше он занимал в моей жизни центральное место. Теперь он занимает в моей жизни место, конечно, где-то сбоку. Но никак не на авансцене, потому что главное место в моей жизни занимает семья. У меня, в общем-то, было несколько попыток создать крепкую семью, но в конце концов это удалось. И у меня прекрасная жена, Верочка, у нас двое детей, младшей Лидии 8 лет. Мы живем очень весело и дружно, много путешествуем. Дети уже все в школе. Лида вот тоже пошла в прошлом году. Так что семья – это то, что меня больше всего занимает и радует. Что касается до музыки, то музыку я по-прежнему люблю. У меня имеется радиопередача еженедельная, часовая на радио «Свобода». Она так и называется «Музыка на свободе». И я стараюсь в эту передачу впихивать максимальное количество всякой интересной новой музыки. В основном западной, но и южной, и восточной, ну и российской, конечно, тоже. Так что от музыки я никуда не отошел. Вот что касается до политики, то я уже сказал, политика – это у меня такое хобби, которое позволяет мне до некоторой степени изливать просто свое возмущение по поводу того, что эти гады с миром делают. Ну вот еще один вопрос от Сергея с Фейсбуком. Много слухов и домыслов, как реальные герои фильма «Лето» отнеслись к этой картине. И все-таки от свидетеля той эпохи хочется лично услышать мнение об этом фильме. Как вы к нему относитесь? Я считаю, что учитывая довольно беспомощный сценарий, который изначально был нам представлен, фильм получился на удивление хороший. Но это связано в первую очередь с тем, что Кирилл Серебренников на самом деле выдающийся режиссер. И театральный, и киношный. Он очень-очень талантливый парень. И, в общем-то, из любого продукта может сделать продукт качественный. Поэтому я к фильму «Лето», в отличие от некоторых, отнесся очень либерально. Я знаю в Питере людей, в частности Лешу Рыбина. Он там, по-моему, Леня в фильме «Лето». То есть это, собственно, парень, который все основал вместе с своим кино. Он относится к этому фильму резко отрицательно и говорит, что там все вранье. Боря Гребенщиков к этому фильму тоже относится, может быть, не настолько негативно, но плохо к нему относится. Ну и так далее. Есть там еще всякие люди из ближнего самого круга, которые этот фильм считают фальшивкой. Я к нему отношусь гораздо более спокойно. Я просто считаю, что этот фильм надо расценивать не как биографический фильм, не как фильм о, скажем так, советском рок-подполье, питерском 80-м годов. А, в общем-то, это фантазия. Это фантазия на эти темы. Это мюзикл по стилистике. Это мюзикл. Ну, то есть, как примерно, «Стиляги», «Ла-ла-ленд» и так далее. Я помню, что к «Стилягам» тоже была масса претензий со стороны тех же «Стиляг», которые говорили, и то не так, и это не так. Да, но тем не менее, я считаю, что получился у Валера Тодоровского очень веселый и очень одухотворенный фильм, и какие-то самые важные посылы в этом фильме. А именно, как альтернативная молодежь могла существовать вот в этой среде из серной кислоты, и при этом веселиться, и любить друг друга, и музыку любить. Вот это вот там все показано очень здорово. Хотя, естественно, масса-масса всяких фактологических ошибок. Примерно то же самое с фильмом «Лето». Мне нравится этот фильм, мне нравится его дух. У меня вызывают некоторые сомнения отдельные сюжетные линии, особенно лирическая, вот этого любовного треугольника, которого на самом деле не было, конечно. Но я оцениваю этот фильм очень по-доброму, скажем так. Ну вот вы довольно критично не раз высказывались о таких рок-группах, как «Мумитрол», «Зимфири». Назвали их «рокопопсом», по-моему, как-то так вы выразились. Как вы оцениваете свое творчество, если вы оцениваете его вообще? Потому что с группой «Центр» вы исполняли рок-оперу. Вы вообще оцениваете себя как рок-исполнителя? Ну, начнем с того, что рок-опопсом свою музыку назвал сам Илья Логутенко. Он придумал этот термин, и он им очень гордился. Не знаю, как сейчас. Во-вторых, уж кого-кого о «Мумитроле»-то я никогда особо не критиковал, потому что я поклонник, я большой поклонник таланта Ильи Логутенко, поклонник этой группы. Что часто вызывало недоумение у любителей такого радикального, скажем так, рока, потому что они считают «Мумитроле» попсой. А для меня «Мумитроле» – это очень остроумная, очень свежая, очень изобретательная, кстати говоря, поп-рок-группа. В «Земфире» я отношусь, как бы сказать, нейтрально, потому что, ну, я не девушка, мне ее лирика не очень близка, честно говоря. Как музыкант и как певица я считаю, она хороша, вот. Но в целом, в целом особых чувств не испытываю к этой артистке. А себя я вообще не считаю никаким артистом, никаким исполнителем. То есть я люблю попеть иногда, особенно в пьяном виде. Я являюсь солистом, точнее, одним из солистов ансамбля «От звуки Му». Есть такой ансамбль, это бывший состав «Звуков Му», но без Пети Мамонова. И мы там время от времени собираемся, веселимся, исполняя песни из мамоновского репертуара. Вот я там тоже несколько песен обпоем. А вообще, конечно, нет, ни певцом, ни гитаристом, хотя на гитаре я тоже играл в некоторых группах. Я себя ни в коем случае не считаю, мне на самом деле даже никогда не хотелось ими быть. То есть есть такая теория популярная, что музыкальные журналисты, музыкальные критики – это неудавшиеся музыканты. Вот ко мне лично эта теория не имеет никакого отношения. Ну вот еще один вопрос от Сергея, нашего слушателя. Он пишет в Фейсбуке, кстати, он живет на Мальдивах и слушает нас там. Знаю, что вы с Лиле открывателем рок-звезд 80-е и 90-е, как минимум, Башлачев, Шумов. До сих пор слушаете начинающих музыкантов и, возможно, советуете на кого-то обратить внимание. Что вообще сейчас слушаете именно из российских исполнителей и в каком формате? Ну, сейчас, к счастью, имеется такая вещь, как интернет, поэтому, в принципе, не нужны такие искатели талантов, вроде меня, которые где-то откапывают замечательных, талантливых, никому неизвестных людей, но и стараются их представить более широкой публике. В общем-то, времена таких раскопок прошли, потому что интернет тут же всех выстреливает на всеобщее обозрение. Конечно, я в первую очередь из-за того, что у меня имеется вот эта радиопередача «Музыка на свободе», я слушаю новую русскую музыку и не могу сказать, что меня все там впечатляет, но есть некоторые очень хорошие ребята, а главное, мне очень нравится, что до сих пор в прекрасной форме находятся многие наши ветераны. То есть, скажем, в этом году вышел шикарный новый альбом у ДДТ, называется «Галя Хади». На мой взгляд, вообще едва ли не лучший альбом за всю их карьеру. А карьера, слава богу, уже 30 лет с лишним. Так что Юра Шепчук большой молодец. У Боря Горбинчикова вышел тоже очень хороший сольник под названием «Время Н». Потрясающий альбом вышел у «Дельфина» новый. То есть, в общем, все вот эти, не то чтобы старички, но, по крайней мере, ветераны сцены, они очень хороши. Что касается новых групп, то у нас сейчас происходит ревайвл, возрождение панк-рока и постпанка. Очень много прекрасных, энергичных, очень сердитых групп. Причем не только в Москве, а там где угодно. Не знаю, Москва, Петербург, естественно, Екатеринбург, Владимир, Тамбов, Пермь, Дубна и так далее. Шикарная группа. Мне из них больше всего нравится группа, на мой взгляд, не очень удачным названием. Называется она «Порнофильмы». Очень хорошая панк-группа с замечательными текстами. Ну, вот как если бы Башлачев играл бы панк-рок, вот эти «Порнофильмы», они примерно такие. Вот все они при этом такие социальные, политические, озабоченные. Очень многие участвуют в движении «Антиармия». Это такое пацифистское рок-движение, которое основал Вадим Курылев, бывший гитарист ДДТ. И это движение уже охватывает просто десятки групп в России. Все время проходят концерты, фестивали. Кстати говоря, 29-го только что был фестиваль «Антиармия» в Питере, 30-го, то есть недалеко, как вчера, был фестиваль в Москве в китайском «Летчике». В общем, я слежу за этой сценой. Сказать, чтобы вот я вот умоляю вас послушать какого-то конкретного артиста, вот как это было, скажем, когда я обнаружил Башлачева или Цони или Гребенщикова. Я всем говорил, ребята, это фантастика, это надо слышать немедленно. Ну, таких открытий я в последние годы, к сожалению, не совершал. Но, в принципе, сцена очень живая, гораздо более живая, чем в тухлые нулевые годы. А вы помните работу как раз над проектом «Советская порно»? Почему вообще пришло такое название, такая идея этого проекта, помните? Да не было проекта «Советская порно». «Советская порно» — это просто я. То есть я взял и в разное время я записал несколько песен по просьбе моих друзей. Я записал там одну песню на атрибютный альбом, посвященный памяти Дюши Романова, флейтиста из «Аквариума». Записал одну из его песен. Записал, по-моему, одну песню новогоднюю. Тоже меня попросили. Ну, то есть я их... Дюшина песня была, естественно, Дюшина его авторства, новогоднюю песню. Я уже не помню, как там она начиналась. В общем, да, можно встретить год под елкой, можно встретить под сосной, как я помню, были там такие сроки. Такая политическая новогодняя песня, я ее сам придумал. Ну, еще было несколько песен, там 4-5 песен. И вместо того, чтобы ставить туда свое имя... А, да, еще для фильма «Даунхаус» я записал даже две песни, по-моему. Они там есть на пластинке с саундтреком. «Снег с ее волос», по-моему, еще что-то. И мне совершенно не хотелось там светиться своим собственным именем. Я все это назвал «Советское порно». Есть у нас звонок, да. Ничего не записывал. Слушаем, здравствуйте. А, ну и, конечно же, последняя запись советского порно – это песня «Шайку Путина на нары». «Шайку Путина на на» – знаменитая песня из гимнов протестов 2012 года. У нас звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Сергей, зовут меня. Да, слушаемся. Скажите, пожалуйста, интересуются ли вы экспериментами такого человека, как Александр Пушной? И если да, как вы относитесь к этим экспериментам? Спасибо. Да, спасибо. Ещё раз фамилию. Александр Пушной, я так понимаю, что это телеведущий в первую очередь. Александр Пушной. Пушной? Да, это телеведущий, как я понимаю, который занимается музыкой. Есть такой весёлый парень Пушной, который вёл радиопередачу какую-то. И он тоже неплохо играл на гитаре, у него была своя группа. Вот такой Саша Пушной. Но я боюсь, что я никаких его экспериментов я не слышал. То есть те песни в его исполнении, что мне доводилось услышать, даже живьём, я помню, однажды. Это были такие весёлые, весёлые рок-н-ролльные песенки. Без всякого налёта экспериментаторства. Но вообще мне нравится он такой смешной парень, очень высокий, с забавной физиономией. Тысячу лет его не видел, был бы рад снова повстречать. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Артемий Троицкий у нас на прямой связи из Сталина. Так что вы можете позвонить и задать свои вопросы нашему гостю. Ну вот Вадим пишет. Просто хочу пожелать Артемию удачи. Вот просто удачи и всё. Ну вот такой комментарий. Не вопрос. Спасибо, спасибо. У меня как раз сейчас наступает такое событие в жизни, что некоторое количество удачи понадобится. Я завтра еду в большой тур по провинциальной России. Великий Новгород, Петербург. Ну, Петербург это не провинция, конечно. Потом Череповец, Вологда, Ярославль, Палех, Иваново и Екатеринбург. Да, заканчивается всё в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. И там будут как раз показывать фильм «Критик». Это документальный фильм про меня. В Риге, кстати, уже была премьера где-то в июне, по-моему. Ну вот, я буду этот фильм сопровождать, на всякие вопросы отвечать. В общем, будет такая довольно интенсивная поездка. Надеюсь, всё пройдёт здорово. Ну вот фильм «Критик», о котором действительно прошла премьера в Риге, его снимали достаточно долго. Это был такой проект энтузиастов. Вот как вы, кстати, себя чувствуете в роли героя фильма? Ну вот как вы себя просто ощущаете? Да я не знаю. Я к себе отношусь не слишком серьёзно. Я так особо не оцениваю никак свою роль в музыкальной истории. Вот, поэтому и на то, чтобы про меня фильм сняли, я как-то к этому очень серьёзно не отнёсся. Дело в том, что я в создании этого фильма никакого участия не принимал. Вот этот парень, Андрей Айропетов, он режиссёр и продюсер этого фильма. Он же и оператор тоже, и монтажёр. То есть, ну, фактически этот фильм сделан одним человеком. Он ко мне подошёл, сказал, здрасте, меня зовут так-то так. Мы с ним раньше не были знакомы. Я хотел бы снять про вас документальный фильм. Я говорю, всё в порядке, а почему бы нет? Что от меня требуется? Он говорит, требуется, естественно, записать с вами большое интервью и доступ к вашим фото-видео-архивам, если они есть. Я говорю, пожалуйста, будьте любезны. Ну и после этого он действительно два с половиной года потихонечку в свободное от своей собственной работы время снимал этот фильм. Я его не видел, я никак в нём не участвовал, ничего там не рулил, не довинчивал. И увидел его на премьере вместе со всеми. Фильм мне понравился. То есть, у меня были какие-то мелкие замечания, но в общем и целом там всё по-честному. Вот я нашла в Ютубе видео, в 2011 году вы исполняли песню «С чего начинается Родина», надпись, ой, подпись, простите, под этим видео, там было написано так, «Троицкий исполняет любимую песню Путина». Какое у вас отношение было к нынешнему президенту в то время? Что-то я не помню, чтобы я пел песню «С чего начинается Родина». Ну, по крайней мере, это видео есть в Ютубе, только сегодня как раз на него наткнулось. Я думаю, точно это было сделано не на трезвую голову. К Путину я всегда относился плохо, то есть, вот как я его увидел впервые в «Токарчике», он сразу не понравился. Ну, в общем-то, с тех пор моё отношение к нему никак не изменилось. Как он мне был несимпатичен, так он мне несимпатичен и по сей день. И аргументов для этого более чем достаточно, аргументов и оснований. Но вы не согласны с тем, что Путин — это выбор российского народа? Ну, много, конечно, говорят о том, что выборы могут быть фальсифицированы, но, тем не менее, большинство ведь, согласно всем опросам, выбирают именно Владимира Путина, поддерживают его. То есть, получается... Послушайте, если большинству навязывать на протяжении 20 лет одну кандидатуру, если на всё это будет работать вся государственная пропаганда, телеканалы и так далее, то они ещё и не такого козла, как Путин, полюбят. То есть, я так думаю, что если вместо Путина бы таким же образом раскручивался бы какой-нибудь свинохряк-рекордист, который бы даже ничего не говорил, а похрюкивал бы только, то его бы тоже бы наши ребята за неимением лучшего выбрали бы президентом. Ну, были ли у вас какие-то проблемы в связи с вашей критикой, открытой критикой к нынешней российской власти, в частности, с критикой в адрес Путина? Ставили ли вам какие-то палки в колёса, пытались каким-то образом, может быть, угрожать? Да нет, в общем-то, угроз ко мне особых не поступало, что до палок в колёса. Ну, я фактически лишился работы в России, то есть, у меня жизнь, скажем так, профессиональная в России в нулевые годы была поставлена очень хорошо. То есть, я вёл телепрограммы постоянно, я вёл радиопрограммы, я преподавал в двух университетах на журфаке МГУ и в университете управления. Ну, и помимо этого ещё что-то пописывал. То есть, у меня было много работ, большинство из них такие довольно денежные. А в какой-то момент, вот после того, как я угодил в какие-то чёрные списки, по всей видимости, и некоторые из хозяев наших средств массовой информации, возможно, получили указание, что вот есть такой троицкий человек нелояльный, недостаточно восторженный в отношении нашего президента и государства. Вот после этого у меня начались проблемы. То есть, первым делом, естественно, я получил волчий билет на телевидение. Поскольку телевидение у нас контролируется сверху практически на 100%. Имеется единственный канал, который не подвержен этому контролю. Это телеканал «Дождь». Вот это на телеканале «Дождь» я и сейчас часто выступаю. Но, опять же, это нереальная работа. То есть, это не штат, это никакой зарплаты и так далее. Потом то же самое произошло с одним университетом, с другим университетом. В МГУ это было особенно некрасиво, потому что они просто стали цензурировать мои лекции. Скажем, ну вот у меня были последние лекции, это уже 2014 год, скажем, я приглашал на свои лекции ребят из того же «Дождя» или пригласил на свою лекцию Андрея Макаревича, которого тогда травили со страшной силой. Вот. И стали, значит, ко мне на лекцию приходить какие-то строгие тетеньки с блокнотиками, садились демонстративно в первый ряд, там все записывали. Потом, значит, приглашала меня к себе декан и говорила «Арсен Кивич, вот, вы знаете, вы приглашаете к себе на лекции всяких людей, вот мы хотели бы, точнее мы требуем, чтобы вы с деканатом согласовывали, кого вы приглашаете к себе на лекции». Ну, в общем, после этого я сказал, что нет, ребята, я человек свободный, в неволе не размножаюсь, я речи не произношу, поэтому я вас покидаю. Вот. Ну, в общем, так произошло практически со всеми моими профессиональными занятиями в России. И это стало одной из причин того, что я оттуда свалил, потому что в других местах мне предлагали и такую работу, и сякую работу. Давайте поговорим об этом после небольшой паузы. В общем-то, вот так вот мы и уехали. Небольшая пауза, буквально несколько минут прервемся, потом вернемся и продолжим наш разговор. Артемий Троицкий у нас сейчас на прямой связи, оставайтесь с нами. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, задавайте свои вопросы, также пишите в Фейсбуке, это можно делать на моей страничке в Фейсбуке Вадим Родионов, латинцы Родионов Черезя, вопросы, которые поступают нам по интернету, мы также зачитываем и задаем нашему гостю. Ну и звоните, конечно. Артемий Киевович, вот вы недавно на вашем канале АРУ-ТВ сравнили нынешнюю российскую власть с диплодоком, динозавром. Диплодоки вымерли, как и все динозавры, да, как известно. Как по-вашему, когда в российской власти произойдут изменения такого глобального масштаба? Ну, знаете, пока динозавры не вымерли, они очень долго землю топтали, поэтому мне трудно сказать. У нас очень любят делать всякие прогнозы, давать Путину еще год, еще два года. Тем не менее, как-то все это телега, скрипя, все катится и катится. Катится причем под горку, а когда, наконец, она развалится окончательно или скатится в глубокий овраг, в общем-то сказать трудно. Русский народ, к сожалению, очень терпелив, слишком терпелив. Я думаю, ни один другой народ, ну, может, за исключением северокорейского, такого издевательства над собой бы не потерпел. Но у нас так, робчет, иногда на улицу выходят, кулаки показывают издалека. Ну, в общем-то, никаким активным действием на такое ощущение люди наши не способны. Поэтому вот это вот затухание, этот застой путинский может продолжаться еще довольно долго. Вот, насколько я поняла, посмотрев ваш канал РУТВ, вы положительно относитесь к кандидатуре Навального. И вот кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин сказал, что Алексей Навальный может, я цитирую, может предоставить обществ только обещания, а не реальные дела, в отличие от партии КПРФ, которые реально демонстрируют все это на примере. Вот, если они придут к власти, да, КПРФ, то все это как бы уже, они показали, что они могут, и вот когда они будут к власти... Это по словам Грудинина мы просто внесем. Да-да-да, я уточнила. Вот, насколько Навальному в рамках того, что он делает, удается показать, какой будет Россия, на ваш взгляд? Ну, начну с того, что какие реальные дела способны сотворить коммунисты, это мы очень хорошо знаем. То есть, они на протяжении почти всего 20 века эти дела творили. Я думаю, что никому больше этого не нужно. Тем более, что Российская партия КПРФ, это не только коммунисты, это коммунисты еще самого худшего пошиба, то есть, они там все сталинисты. Если вы посмотрите на их демонстрации по улице Тверская и так далее, они там идут не с портретами Зюганова, а идут они там с портретами даже не столько Ленина, сколько Сталина. А что такое Сталин, я думаю, вам объяснять не надо. Так что, про КПРФ можно вообще забыть и про их делишки. Что касается до Леши Навального, то я могу сказать, что он человек, а, умный, б, энергичный, с, насколько мне известно, честный. Как в политике, я считаю, он талантливый и профессиональный. Он уже сделал некоторые очень важные вещи, которые для него, в общем-то, никто сделать не мог. Как минимум две таких штуки я назову. Во-первых, он разбудил российскую провинцию. То есть, до того, как Навальный начал устраивать свои акции неповиновения, практически вся протестная деятельность в Российской Федерации сводилась к одному городу, Москве. Ну, к полутора, еще там на полшишечки в Петербурге. Все. Больше нигде ничего не было. Сейчас, когда проходили всякие навальнинские акции, в этом году и в прошлом году, они проходили в десятках городов. То есть, ну, там выходили какие-то у них пресс-бюллетени. Где-то от 80 до 100 городов. От Владивостока до Калининграда. Где-то несколько тысяч человек, где-то несколько сот человек. Но в любом случае провинция очнулась. И спасибо за это Навальному. Потому что никакой нашей предыдущей оппозиции, ни Каспарову, ни Немцову, ни Касьянову, этого не удавалось. Второе, я считаю, не менее, а может даже более важно, это то, что Навальному удалось как-то зацепить, как-то возбудить молодежь. Молодежь в России, вот вплоть до прошлого, 17-го года, молодежь считалась у нас самым аполитичным элементом. То есть, самые такие протестные ребята, это у нас был так называемый креативный класс. То есть, там, средний класс, интеллигенция. Даже пенсионеры были более активны. А молодежь считалась, что российская молодежь не интересуется ничем, кроме, значит, кто пойдет за Клинским. Ну, то есть, пиво попить, потрахаться и, естественно, деньжат заработать. И, в общем-то, как бы иных интересов и устремлений, кроме таких шкурно-карьерных и гедонистических, у молодежи нет. Все были в этом абсолютно уверены. И вдруг, опаньки, пошли молодые люди, причем подростки, тинейджеры, даже старшие школьники в огромных количествах стали выходить на улицах. То есть, это впервые произошло вот конкретно. 26 марта 17-го года. Потом 12 июня 17-го года. В этом году уже несколько раз это было там в связи с выборами, в связи с пенсионной реформой и так далее. Вышли они по зову Навального. Никого-нибудь, не КПРФ там этого сраного, а по зову Алексея Навального. И это его заслуга. То есть, я не знаю, каков Навальный, как экономист и каким он мог бы быть премьер-министром. Но я считаю, что президент из него вышел бы очень хороший. А премьером пусть будет действительно какой-нибудь ушлый экономист, технократ, человек, который понимает в том вообще, откуда эту разваливающуюся, несчастную российскую экономику вытащить. Что касается музыкального сопровождения, потому что вспоминается 80-й, перестройка, цой, перемен требуют наши сердца и вообще другие рок-группы, которые в какой-то степени даже, можно сказать, возглавили вот это протестное движение, программа «Взгляд», опять же, которая во многом способствовала их открытию. Вот сегодня у акций протеста, у этого протестного оппозиционного движения есть свое музыкальное сопровождение, как вы считаете? Я боюсь, что музыкальное сопровождение, в общем-то, оно осталось на том же этапе. То есть, по-прежнему, это классические песни советского периода, то есть, от Высоцкого 70-х годов до Цоя 80-х годов. Ну, из таких более новых песен, ну, может быть, песня «Свобода» Шевчука и ДДТ. Но я лично в этом ничего страшного не вижу, потому что, скажем, если мы посмотрим, какие песни поют во всем мире протестующие люди, то, опять же, это песня Джона Леннона и это песня Боба Марли, которым уже под 50, под 60 уже скоро лет. Так что я не вижу в том, что нет новых песен, какой-то такой роковой ошибки современных протестующих. У нас звонок. Здравствуйте, как Вас зовут? Здравствуйте, Елена. Да, слушаем Вас. Артемий, очень приятно Вас слышать. Хотелось бы, чтобы Вы какой-то с лекцией выступили бы в рейде. А вот у меня такой вопрос. Во-первых, Вас очень не хватает на эхо Москвы, конечно. А вот в связи с этой Вашей поездкой по городам России, вот Вы будете в Екатеринбурге, в Ельцин-центре знакомы, или Вы будете встречаться с таким замечательным человеком, как Евгений Ройзман, бывший гувернатор. Спасибо. Спасибо Вам. Да, Елена, спасибо за вопрос. Спасибо за добрые слова. Да, с Женей Ройзманом мы хорошо знакомы. И каждый раз, когда я приезжаю в Екатеринбург, мы с ним обязательно встречаемся. Последний раз вот жил я в гостинице какой-то в небоскребе, и Жень даже не поленился, приехал ко мне, мы с ним вместе позавтракали. Он прекрасный человек, и я считаю, очень хороший управленец. И вот если бы, опять же, вот у нас бы собралась бы могучая кучка из таких людей, как Ройзман, Навальный, не знаю, там еще есть какое-то количество Димы Гудков. Все очень приятные, открытые, умные люди. Я думаю, что вот они бы, как три богатыря, могли бы прячься в эту телегу и вытащить ее из болота. Под телегой имею в виду Российскую Федерацию. Ну вот вы говорили также о том, что у Путина была масса способов проявить себя и стать героем для страны. Это и Беслан, и Норд-Ост, и так далее. Если говорить о ситуации с Крымским полуостровом, вот сейчас мы смотрим на историю спустя время, вспоминая о Хрущеве, о том, как он отдал Крым Украине. Поступок уже вошел в историю, некоторыми он забыт, некоторые воспринимают его плохо, хорошо, но это уже история. Что касается Путина, его поступок, каким он запомнится людям, как вам кажется? Будет ли какое-то однозначное мнение по этому поводу вот спустя время? Ну, я думаю, что если, скажем, перелистать учебники истории, выпущенные, скажем, через 50 лет, то этой акции, конечно, будет дана однозначная оценка как акт абсолютного международного беззакония, нарушения всех и всяческих договоров и обязательств, как двусторонних с Украиной, так и международных. То есть это совершенно беззаконная акция. Это если говорить с точки зрения юридической. Если говорить с точки зрения человеческой, то я считаю, что акция просто подлая. То есть если сравнить ее с какой-нибудь такой вот ситуацией бытовой, то это примерно вот что. Вы идете по улице и видите, лежит на скамейке пьяный в дупель мужик, дрыхнет. Из кармана у него торчит бумажник. Вы посмотрели по сторонам, вроде никого нет, взяли и вытянули у него бумажник. И пошли дальше. А потом, значит, если вас даже уже прищучили, начинаете говорить, так что, сам виноват, напился, и бумажник у него торчал. Я не виноват, я просто мимо шел. У Украины Крым просто украли. То есть Путин воспользовался моментом, когда Украина вся была в полном раздрае. То есть Майдан, там все вот эти вот жертвы многочисленные, практически полные, абсолютные безвластия. И вот, воспользовавшись тем, что в стране полный хаос, он взял и ввел туда своих этих гребанных зеленых человечков. Я считаю, что это акт воровства. А поскольку Путин вообще, как известно, вор, и вся его шайка, это воровская шайка, шпана из подворотни, то, в общем-то, поступок совершенно не представляется мне удивительным. А все эти разговоры, все эти аргументы по поводу референдума, ну это просто смешно, то есть тут даже обсуждать нечего. Как можно проводить референдум в Украине без согласия украинских властей? Как можно проводить референдум под дулом этих самых зеленых человечков, которые к этому времени уже оккупировали Крым? Это просто смешно. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните нам, задавайте свои вопросы. Артемий Троицкий у нас сегодня на прямой связи. Ну вот вопрос по Фейсбуку от еще одного нашего слушателя. Считаете ли вы, что надо знать язык страны, в которой живете, и почему, на ваш взгляд, русские весьма слабо учат языки стран, куда эмигрируют, будь то Эстония, Латвия, Германия, США или Англия? И согласны ли вы с этим? Ну, я считаю, что, конечно же, очень хорошо и очень желательно, и очень полезно для самого человека знать язык той страны, в которой он живет. Скажем, я по-эстонски не говорю, более того, в отличие от своей жены и детей, я эстонский язык даже не учу. Они его учат и, в общем-то, уже неплохо разговаривают, и я очень за них рад. За себя я совершенно не рад. Я не учу эстонский язык просто потому, что у меня времени не хватает. Это, во-первых. Во-вторых, потому что я профессионал языка, то есть я пишу, я разговариваю и так далее. Я не хочу знать язык плохо. Вот английский язык я знаю идеально, очень хорошо. Поэтому на английском языке я и лекции читаю, и даже книги пишу. Для того, чтобы мне выучить эстонский, он, кстати, очень сложный, в той же степени, вот как мне нужно, это мне надо на это потратить лет 10 такого кропотливого труда. Я, к сожалению, большому не могу себе этого позволить. Но вообще язык, конечно, знать надо. И, насколько мне известно, ситуация, не знаю, как в Латвии, в Эстонии с этим потихонечку улучшается. То есть молодежь русская уже более или менее по-эстонски говорит. Хотя и тут есть сложность, скажем, на мой взгляд, да и на взгляд, в общем-то, многих, преподавание эстонского языка для русских в Эстонии поставлено очень плохо. Довольно халтурно, какие-то довольно слабые методики и так далее. Как с латышским, не могу сказать, поскольку совершенно с ситуацией не знаком. Я считаю, что в любом случае это как бы дорога с таким обоюдным двусторонним движением. То есть, с одной стороны, русские должны хотеть говорить на национальных языках, с другой стороны, носители вот этой самой титульной национальности должны стараться, должны делать все, чтобы качественно поставить изучение этого самого языка. И качественно, и желательно бесплатно. Потому что в их собственных интересах, чтобы все, приехавшие в страну, владели ее языком. А что вы думаете о запрете русского языка? На Украине всячески тоже пытались запретить и вещание на русском, и запрещали. В Латвии тоже образовательная реформа, которая предусматривает постепенный полный переход на госязык в школах. Как вам кажется, является ли русский язык ценностью для Украины, для Латвии, может, других стран СНГ? Нет, ну, русский язык, несомненно, является ценностью. Это один из самых распространенных и популярных языков. Язык, на котором написано масса всего интересного. Так что, конечно же, русский язык представляет собой большую ценность. Значит, если говорить о ситуации с русским языком в разных странах, то, ну, я бы сказал, что Украина – это отдельная история. Украина находится в состоянии войны с Россией. И это факт. Это факт, это война, на которой каждый день гибнут люди. И это война, которая произошла в результате российской агрессии. И всем это известно. Вот, естественно, у нас там все эти МИДы Путина и прочее все отрицают и говорят, что воюют там исключительно трактористы, значит, и доярки. Вот, все на самом деле известно, что, конечно же, война эта была и спровоцирована Россией. Соответственно, Россия туда направила свои войска. И, в общем, устроила всю эту очень и очень печальную и гнусную историю. Так что Украина с Россией воюет. И как воюющая страна, я считаю, что она имеет право в отношении агрессора принимать любые меры. Точно так же, как, скажем, естественно, там СССР мог принимать любые меры в отношении Германии или там Франции в 1812 году. Так что к Украине у меня претензий нет. У них особый случай, отдельный случай. Что касается до балтийских стран, то я не вижу тут никаких разумных и правовых оснований для того, чтобы запрещать русский язык. Я считаю, что это неверная практика. И, на мой взгляд, в этом смысле, скажем, тот же Евросоюз должен, конечно, принимать определенные меры, чтобы сдерживать местных националистов, которые призывают, как мне кажется, к каким-то совершенно диким и мракобесным вещам. Если в стране проживает значительное количество людей другой национальности, то, естественно, должны быть и школы этой национальности, и библиотеки этой национальности, и все такое прочее. И посмотрите, пожалуйста, как это происходит в соседних странах, ну там, скажем, в Финляндии со шведским языком. Шведов в Финляндии гораздо меньше, чем русских в Эстонии и в Латвии. Тем не менее, название всех улиц пишется на финском и на шведском, и, ну, я никогда не слышал, чтобы шведы жаловались на то, что их язык каким-то образом в Финляндии ущемляется. Хотя тут тоже можно было бы, кстати, вспомнить о давнем прошлом, когда шведская Финляндия оккупировала. Ну, на ваш взгляд, события, которые связаны с Россией, которые происходят сейчас на геополитической арене, они вредят русской культуре, русскому языку и вообще всему русскому, не связанному с политикой? Я считаю, что нет. Я считаю, что то, что сейчас в России происходит, ну, то есть, если вредит, то в незначительной степени. Дело в том, что вся лучшая русская культура потихонечку утекает за границу. Вот я сейчас, скажем, был только что в Черногории, там проходил форум русской культуры в Европе. И вот посмотришь, там действительно почти вся русская культура там и собралась. Ну, скажем, возьмем писателей, да? Писатель Пельевин живет сейчас, насколько мне известно, в Украине. Писатель Сорокин живет преимущественно в городе Берлине. Писатель Улицкая живет тоже где-то, уже не помню где, но особенно, кажется, не в России. У писателя Акунина вообще имеется три дома. Один в Лондоне, второй, по-моему, в Париже, третий в Испании. То есть все более или менее такие выдающиеся российские литераторы, каковыми, я скажем, Захара Прилепина, не считаю, они уже потихоньку съехали за границу и пишут, работают там, им это намного комфортнее. Это же самое касается музыкантов. То есть практически все востребованные за границей российские классические музыканты, то есть пианисты, скрипачи, дирижеры, все уже давно съехали за границу. В России остались в основном такие или деятели культуры, которые никак не конвертируются на мировом рынке, или такие авантюристы, то есть ребята, которым интересно жить именно в России. И я таких людей, в общем-то, за это уважаю. Но вы хотели бы вернуться в Россию? Вернуться и жить? Я бы хотел вернуться в Россию, я бы хотел там жить, потому что я люблю свою страну, и у меня в России старшие дети, родственники, близкие друзья и так далее. Я туда часто приезжаю. Я бы хотел там жить. Жизнь моя там была устроена просто идеально. Но пока там творится вот то, что творится, вот все вот это путинское свинство, беззаконие и жлобство, пока это государственное устройство остается таким и на таком скотском уровне, я там жить не хочу. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу. Время, к сожалению, подошло к концу. Программа «Абонент доступен». Сегодня ее гостем был Артемий Троицкий. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Пока, ребят, всем счастливо.